Режим ЧС местного масштаба в Павлодарской области был введен только в одном населенном пункте в селе Жалаулы Ахтурайского района. Сейчас там угроза подтопления снята и обстановка нормализовалась. Режим ЧС в селе Жалаулы ввели прежде всего для того, чтобы провести земляные работы по устройству трех новых котлованов объемом 200 тысяч кубических метров, сообщили в пресс-службе Акимата Павлодарской области. Иначе эти работы потребовали бы большего времени для всех процедур, включая разработку проектно-сметной документации и проведение конкурсов. Принятая превентивная мера дала свои результаты. Сейчас внимание сосредоточено и на дорогах. Переливы происходят то там, то здесь. На контроле по области находится одна автомобильная дорога республиканского значения, а также пять противопаводковых участков. В городе Павлодар, Щербактинском, Ахтурайском районах и районе Керенколь остаются подтопленными четыре жилых дома. Для проведения противопаводков мероприятий задействованы силы и средства ДЧС, местных исполнительных органов Департамента полиции в количестве 245 человек, 106 единиц техники, 17 мотопомп. Как и по всей стране, в Павлодаре объявлен сбор гуманитарной помощи пострадавшим от наводнения. Принимали груз волонтеры, которые и отвезли продукты, вещи первой необходимости, в Актагайский район. Именно там наблюдалась самая сложная ситуация с паводками. Молодежные организации, предприниматели, молодые депутаты, клубы автолюбителей нас поддержали, неравнодушные жители. На протяжении недели мы объявили сбор, собирали продукты, вещи первой необходимости. Мы собрали около трех тонн на данный момент. Сейчас мы повезем их в Актагайский район, село Жалавла. В других регионах, районах уже сейчас ситуация нормализовалась, никакой критической ситуации нет. На базе ДЧС Павлодарской области продолжает функционировать областной оперативный штаб. Паводковая обстановка находится на контроле. Оскар Кобеденов, Алексей Амельницкий, Жебекжулы, Павлодарская область.